Какой же сегодня серый день, потому что погода у нас в Подмосковье испортилась. Стало достаточно прохладно, сыро, временами моросит дождик. Вот видите, как все здесь. В этом выпуске я вас погружу в нашу бытовую атмосферу, как мы решаем вопросы с документами. Будет много что интересненького, возможно для вас что-то подчеркнете, но я надеюсь, что будет полезно и насыщенно. Вчера мне позвонили с моей бухгалтерии, то есть кто не знал у меня ИП, и мою предпринимательскую деятельность ведет определенная компания, которая осуществляет бухгалтерские услуги. Я пришел к этому достаточно давно, когда меня нагнуло налоговое за неправильную отчетность, там тогда были штрафы, замороженные счета. Короче, там была очень негативная, неприятнейшая история, после которой я решил для себя твердо, что в бухгалтерию я больше лезть не буду. И на протяжении уже, наверное, лет пяти, да может даже больше, может быть семи, ведет все это дело. Там два бухгалтера с ними как начали, так они все дело задают, все вовремя, слава богу, пока вроде все нормально. И вот, короче, они мне сегодня позвонили и сказали, что нужно к ним обязательно приехать, так как они ничего сдать не могут, так как с 21 года там ввели какую-то систему контур, через которую издается вся отчетность. И я ее оплатил, стоит она 5500 в год лицензия, она у меня оплачена, но чтобы они сейчас зашли, новая как бы верификация, что нужно фотография, нужно заявление, моя подпись. Поэтому нужно сейчас ехать в Чехов, это примерно 35 километров от Пудольска, 60 километров от Москвы. Единственное, что я люблю туда ездить к ним, любил, давно там уже не был, потому что сам город Чехов мне нравится. Постараюсь его немножко сегодня вам показать, но будут кадры не вау, потому что серо. Ехать нам целых аж 50 минут, скорее всего чуть побольше, потому что мне еще нужно заехать на заправку, залить немного дизелька, так, вот, есть два пути, можно ехать по старой Варшавке, по светофорам, через все населенные пункты, а можно чуть побольше по километражу на 10 километров и выехать на Южный обход, потом на Симферопольку и с нормальной скоростью ехать. Вот я выбираю второй путь, так в любом случае поинтереснее. Еду сейчас по Южному обходу, и видите, знак висит 70 километров и камера. Так вот, прикиньте, когда построили Южный обход, здесь камер, понятно, не было, и здесь все летали, как хотели. А потом повесили вот этот знак, есть и камера, вот видите, висит. Есть, значит, в середине такой же знак и такая же камера, и есть в самом конце. Так представляете, люди и я поначалу как делали, допустим, видим знак 70, проезжаем его, и дальше камеру проехали, и дальше, как обычные люди, разгоняемся, да. Потом хоп, опять знак с камерой, чикс притормаживаем, проезжаем камеру и опять разгон. Ну, я так думаю, что делают так все, плюс дорога позволяет. Короче, и тут они отмутили столько денег, знаете, в штрафах, это просто нереально, потому что тут высчитывалась, короче, средняя скорость. И вот, то есть, если вы ехали вот с такой примерно, ну, с переездом, то, естественно, приходили штрафы, они рассчитывали среднюю скорость. И все, кто так делал, и в том числе и я, попадали, конечно же, на денежки. А что касается скорости, ну, конечно, ребята, я не рекомендую вам ездить с быстрой скоростью, потому что особенно, особенно вот на южном обходе здесь всегда ДТП, вообще всегда. Сколько бы мы бы тут не ездили, как не поедешь, так обязательно кто-то куда-то пиндюрится, потому что, ну, вот потому что так. Видите? Причем сильно врезаются, сильно, особенно на переднем приводном катаются, не понимая, как вырулить в случае заноса, что делать, непонятно. И вот так вот, конечно, люди всем разматываются. Да, это, конечно, жестко. Вот, столько вот тут стоит, видите, людей. Вот, кто-то плачет, разбила себе подбородок, бедолага. Ну, вон, а тачки-то вообще жесть, конечно. Перед, да, и вот все люди стоят, вот, получается, видимо, виновников, ну, невиновников, вот кто-то вот на Opel, вот так вот. Ну, и сами видите, все переднеприводные машины, дорога очень скользкая, отчасти даже, возможно, какая-то наледь присутствует, потому что я вам сказал уже, да, в начале выпуска, что похолодало. Пасмурно, конечно, ну, не стоит, не стоит гонять, ребятки, не стоит. Заезжая на Газпромчик, кому интересно, 95, 50, 20, дизель 49, 60. Слушайте, капут, год назад 46, 20 был, 49, 60, обалдеть. Заехали в Чеховский район, и вот так вот. Встречай Чеховский район, нас дождем. Ну, все, я добрался, вот тут моя бухгалтерия, сейчас осталось только припарковаться, и все. Ну, что, надавали мне вот такую целую папку декларации за 19-й год, за 20-й год, за 21-й еще ничего не дали, потому что нет, еще ничего не сдано, вот. Но хочу сказать следующее, что налогов выходит, конечно, нехило, учитывая, что в упрощенке платится 6% от оборота, и даже с грязных денег, ну, условно, мне 50 тысяч пришло, к примеру, из них, например, 10 тысяч мои. Соответственно, я плачу не с 10 тысяч 6%, а со всего полтинника. Вот, это, конечно, дискомфортно, потому что ты, как бы, платишь налог за чужие вообще деньги. Не знаю, что с этим делать, но на протяжении уже двух лет, как вели строгую упрощенку, конечно, начинает напрягать меня эта история. Немножечко покажу вам город, видите, здесь так гирлянды натянуты через дорогу, естественно, значит, это все вечером светится, вечером, конечно, здесь не бывал, но могу предположить, что смотрится все это дело красиво, это такой старый фонд города, старенькие этажечки, дальше будет новострой, такой интересный прудики, там, где точно приятно будет жить, вот они уже торчат. Сейчас подъедем, я вам покажу. Вот, видите, здесь такие прудики классные. Здесь, короче, вот гулять очень приятно, я неоднократно повторяюсь, что Чехов, конечно, мне гораздо более симпатизирует, чем Подольск. Здесь, вот видите, это, как она, администрация Чеховского района, такая площадь. Здорово. Сейчас вот серость, вид такой не очень, но в целом, когда здесь все зеленое, так все деревья распущены, еще вот эта вот древняя архитектура города, которую никак не сносят, не убирают, это, конечно, классно. Вот, видите, такой сквер, надпись Чехов. Вот, ну, единственное, все деревья это копали, да, понятно дело, что сейчас все города, они такие серенькие, но даже серость Чехов прикольная. Да и что даже касается торговых центров, вот посмотрите, торговый центр «Карнавал». Здесь, в принципе, он клевый, здесь есть много всяких магазинов, даже вот в Подольске вот таких торговых центров нету, но он прям дельно красиво выглядит. Напротив него здесь, по-моему, рынок выходного дня, ну, по крайней мере, он был там год назад, полтора года, как сейчас, не знаю. И вот здесь, посмотрите, есть ледовый дворец «Витязь». Ледовый хоккейный центр «Витязь», вот так вот правильно он называется. Сейчас нужно заехать, распечатать фотографии, так как мне дали эту записку сумасшедшего, как говорится, на просто на А4, типа многодетства. А чтобы действительно получить корочку, нужно предоставить, оказывается, фотографии. Вот, я вроде же выбрал фотки дома вместе с Настенькой. Сейчас заеду, их только распечатаю, 3-4 надо, 2 штучки. Сделал фотки, ура, едем, значит, сейчас в МФЦ. Попробую получить этот сертификат, я очень надеюсь, что в этот раз все получится. Все, дал, ждем. Та-ри-та-та, та-ри-та-та. Слушайте, ну, наконец-то я добил этот вопрос, и все, и получил удостоверение. Видали? Это так круто! Вот честное слово, на днях получил бумажку, и не было ощущения, а сегодня прям вот просто вот это вот удостоверение. Это так клево. Кстати, знаете что? Прикиньте, сюда можно вписать аж 16 детей. Она мне выдает, ну, как бы вручает эту корочку. Я такой, ну, я ей говорю, о, ничего, сколько детей еще можно сделать. Но пока у нас вот только три наших пацана. Вот так вот. Слушайте, здорово, здорово, здорово. Я как-нибудь запишу видос, что вообще дальше, что дает многодетство. Расскажу, почему эта история правильная, что нужно, и почему это как бы не совсем выгодная тема. Ну, чуть попозже, я сейчас еще чуть-чуть во всем разберусь, покопаюсь, и будет отдельный выпуск на эту тему. Так что ждите.